Привет, друзья! Мы вас уже достали по теме путешествий, но мы определились. 15 декабря мы улетаем в Таиланд. У нас не будет автопутешествий по Кавказу, и мне кажется, Азия это очень прикольно. То есть билеты я уже купил. По состоянию на сейчас заказал карты двух банков. Это НТС и Газпром, не промсвязь. У Газпром банка, она бесплатная, 0 рублей стоит, и в пятницу нам ее привезут к банке домой. Мы к ней поедем в гости. А зачем ты НТС-то за 5 тысяч покупал? На всякий случай пусть будет 2. Ну, чтобы мы просто были защищены. Я заплатил транспортный налог для того, чтобы на границе мне не стоять и не краснеть. Ну и в принципе все. Поэтому, друзья, очень скоро вы будете смотреть наши влоги уже из Таиланда. У Кати их будет гораздо больше, я надеюсь, потому что я буду работать. Ну а я по остаточному принципу буду записывать, когда у меня будет свободное время. Но опять же классно, что часовой поезд Таиланда плюс 4 относительно Москвы, поэтому у нас будет возможность утром с тобой кататься, плавать, гулять, бегать, есть. Вот этим всем заниматься, изучать какие-то места. А на выходных уже куда-то гонять? На выходных гонять. Конечно, у меня в планах еще в голове висит мысль, чтобы Катюшку свозить в Universal Park, чтобы ты на аттракционах покаталась, там Гарри Поттер и прочие вот эти штуки. Ну, насчет Гонконга посмотрим. Я не знаю, как у них там с ковидом дело обстоит, но если что, будем на месте как-то решать и думать. Я очень рад. Прям вспотел сегодня, когда билеты покупал, потому что я уже, ну, когда я там последний раз-то был? Лет 5 назад, да? Ну да. И вот сейчас, спустя такое большое количество времени, мы снова туда полетим. Вообще класс. Я первый раз. Вообще за границей буду. Рейс у нас утренний будет, поэтому поснимаем, у нас будет там облачка и все такое. Я, кстати, на самолете всегда летала только в ночное время. Ни разу не видела вот вид из окна и на днем в самолете. Ну вот, и посмотришь. Очень прикольно. На улице 4 градуса, между прочим. Степло. Я даже чувствую, как солнышко греет. Все, друзья, на этой прекрасной ноте мы едем кататься. Сейчас возьмем кофе. ND-фильтр я хочу для GoPro взять. Это прям обязательное условие, потому что, может быть, видели предыдущий влог, как начался. Свет такой яркий был. А в Таиланде его много. И вот такой фильтрик просто сверху так на линзу ставится. Он очень сильно поможет с бликами, цветом и вот этим всем. Я думаю, сейчас мы просто с тобой съездим на Савеловский рынок. Там есть, ну, такое отделение небольшое, где все для экшн-камер продается. И эта штука, в принципе, недорогая. Пару косарей стоит буквально. И у меня еще вопрос. Ты говорил, что в Таиланде сейчас сезон, да, начался? Да, вот только начался. А я что-то смотрю на ближайший месяц, а там дожди. Погоду в Таиланде вообще можно не смотреть, да? Да. Наша любимая Сержио пицца. Зато, хоть и кто-то и скажет, что там может быть стрёмно, гарантированно вкусное кофе. Всегда. И кофе, и еда. Я там уже попробовала роллы, попробовала твою пасту личия и попробовала коке с лососем. Все это очень вкусно. Нет, ну роллы, окей, викиторий вкуснее, честно скажу. Но для такого заведения, как Сержио пицца, роллы прям, ну, хорошие. Еще пиццу осталось попробовать, но мы, видимо, так и не успеем. Наверное. Надеюсь, с Гупрошкой все хорошо. Сейчас небольшая авария случилась. Мы размешивали кофе, и Катя случайно весь стакан разлила. Ну, ничего бывает, что такого. Самое главное, что мы вовремя камеру помыли, потому что кофе попало на нее. А сладкий кофе и кнопки, сами знаете, потом и щелчки, и заедание будет. Поэтому оперативненько я попросил девчонок, которые работают с Сержио пицца, чтобы они просто ее под воду, так скажем, прям окунули. И все, они протерли ее. Надеюсь, сейчас никаких проблем нет. Но об этом я, конечно же, узнаю уже на монтажке. Спасибо, ребят, что написали по поводу Айкоса. Я... Ну, что за горло заперсило, господи. Я повернулась и посмотрела тебе в тот момент, когда ты делал, как будто... Знаешь, как коты, когда шерсть наглотались, они делают вот так. Конечно, дороговато получается. Там один из подписчиков написал, что можно заказывать с Бангкока по 300 рублей пачка. А в Москве это стоит 180. Курить там дорого, однако. Может, вообще на сигареты временно перейду. Хотя там так странно. То есть легализовали траву, да? Айкос курить нельзя. Но это табачное лобби. Я об этом знаю. Уже давно там действует этот закон о запрете электронных сигарет. Ну, надо будет что-то думать. Не надо, пожалуйста, курить сигареты. У тебя будет вонять, фу-фу. Да, такие мужикон прям. Я не вижу, когда, знаешь, проходишь за ним по улице, и перед тобой чувак начинает курить сигареты обычные. Не, ну я согласен. Будем спать в разных комнатах. Ну, либо просто я буду курить две сигаретки, да, в день. За 300 рублей купил, да, и так изредка. И сейчас сидели, мечтали о том, что надо бы уже постепенно думать о том, что мы будем брать с собой. Я, как и говорил, хочу с одним рюкзаком полететь. Я-то возьму побольше трусов, носков, футболочек. Возьму максовый Air на М1. Зарядочки. Одну камеру GoPro, на которую сейчас снимаю. И проводки. В принципе, все. Мне больше ничего не нужно. А, не, ну я вру. Шлепанцы еще возьму. А толстовку я возьму томишную, в которой прямо поеду в аэропавку. А мне надо было взять две камеры. Сальку маленькую и GoPro, я буду две брать. Ну, мне кажется, очень удобно будет в Таиланде на нее снимать, потому что там и по солнцу все хорошо, и на байке кататься там. Уж не знаю, по поводу крепы на грудь. Ну, может быть, на месте куплю. Сейчас она как бы не сильно мне нужна. Ну, вот, НДшник я очень хочу. Потому что пересветы и куча солнца, они дадут о себе знать. А я хочу качественную картинку. Ну, а вечером просто буду его вот так вот чпонько и снимать. И ставить на твое. Ой, как хочется, уже не могу. Осталось буквально две недели. Кайф! Просто кайф! Когда покупал билет, весь вспотел. У меня сейчас немножко голова болит. Ну, от эмоционального какого-то всплеска, напряжения. Хочется уже. Круто будет. Мне пока не верится. Просто Андрей там уже был, он знает, как там круто. А я не была, и такое ощущение странное. Что как будто это сон. И я никуда не лечу. Ничего, это не сон. Я уже Кате скинул ее ваучер, чтобы она вживую, так сказать, видела. Там есть и даты, и время, и ее имя, и фамилия. Поэтому осталось так подождать еще. Друзья, мы приехали на Савеловский рынок. Как и говорил, у нас одна цель, это взять ND-шник для GoPro. И в принципе все. Я вчера тесты смотрел, как это выглядит на девятке, правда. Мне очень понравилось. И тем более там очень много солнца. Я об этом опять же говорил. И картинка будет поприятнее. Ну, то есть без этого вообще никак не обойтись. А еще нам надо, знаешь, что, Катюш, взять с собой обязательно. Не забыть. Я вот буду монтировать, и сразу положу этот провод к себе в сумме. Я себе уже занятки его написала. А, да? HDMI, чтобы мы потом с компа просто шарили видосики из Кинопава. Здесь смотрели сериальчики. А еще классно тебе, Катюш, будет то, что там никаких VPN-ов. Будет у тебя все сайты открываться без проблем. Купим туристические снимочки. Не помню, сколько там гигабайт в тариф входит, но я думаю, тебе хватит. Мы это сделали. Я взял ND-шник 16 от компании Freewell. Нам чувак посоветовал именно эту марку. Есть еще телесин. Но он сказал, это прям фигня. Берите вот эти. Поэтому скоро попробую в действии. Сейчас не вижу смысла его нацеплять, потому что уже темнеет. А он пару стопов темноты даст. Да, он тебе только на Пхукете понадобится. Да, в принципе, да. Поэтому мы заряжены. Я даже вот из списка дел, которые надо сделать до Таиланда, записал, что надо обязательно купить вот эту фиговину. Кстати, не сказал про цену. 2490 рублей. Немного непривычно. Мы сейчас на Станкалите. Ну, рядом, собственно, с Савеловским рынком. Здесь было здание, которое снесли. И так выглядит необычно и непривычно. Ты помнишь, что здесь кирпичное здание было? Нет. У меня все губы потрескались. Сегодня вроде по погоде, как вчера. Но как будто бы холоднее. Как будто влажность поднялась. Как паровоз, да? Ну, вот смотрите, Катюха уже примеряет одежду. Что же она будет носить? Там жопы не видно. Ну, чуть-чуть. Не, ну ладно, нормально. Нормально. Одобряем? Да. И топ сверху. А? Я уже засгудилась бы. Ты понимаешь, что там вообще не нужны какие-нибудь кого-то теплые, штаны? Вот только шорты в основном. Класс? Вообще. Крутяк. Какой крутяк. Я такая рада. Все, с завтрашнего дня уже можешь потихоньку решать. Что брать, что не брать. Давайте я вам еще покажу чутку ND-фильтр. Вот так вот он выглядит в отдельной коробочке. Опять же, повторюсь, компания Freewell. Я не буду сейчас его тестировать, потому что нет смысла в квартире будет слишком темно. Ну, вот такое стеклышко. Обязательно с вами попробуем его в Таиланде. Что-то еще в комплекте. Инструкция, как пользоваться этим всем по QR-коду. Две наклейки. Светлое и темное. Маленькая тряпочка для того, чтобы все это дело протереть. Ну и сам фильтр гайд. Вот такая комплектация. Я сейчас, собственно, буду уже сидеть монтировать этот видос. Разыграем с вами клавиши. Вот они у меня. То есть это прям в этом ролике будет. Чуть позже. Ну и все. Больше я ничего в этом году разыгрывать не буду. Вот так у нас часто происходит. Я просто как игрушка какая-то. Которая постоянно катает Катю. Я говорю, ты тяжелая ноша у меня. Я говорю, я легкая. Ну, конечно, я легкая. 45 килограмм. 45. Представляете, малышка, какая у меня. Ну, что ты там монтируешь-то, скажи мне. То, что мы без звука записали. Я сейчас мелодию какую-нибудь накину, песенку. И подпишу. В S&Q смысле? Да. Ну, я ускорила. Без звука просто подпишу. Слушай, да ничего страшного. На ошибках учится. Зато ты теперь будешь проверять, когда снимаешь. И меньше ошибок допускать. Да. Ты мне поможешь потом разыграть? Кость хрустнула. Что разыграть? Разыграть клавиши. А, сегодня? Хочу вы. Да там уже комментариев больше сотни. Немножко непривычно. Снял пенку с GoPro. Она такая маленькая, оказывается. Потому что пенка в два раза увеличивает ее размер. Все, Катюх, я тогда тебя жду. И идем разыгрывать клавиши. Ок? Да. Вот, чтобы вы понимали, вчера был видос, где я начал об этом говорить. И на следующий день сразу разыгрываю. Не хочу, как большинство блогеров, знаете, ждать, пока там наберется тысячи комментариев или столько там лайков. Надо все делать гораздо быстрее. Катюшка, оператор, сейчас ее мне поможет, для того, чтобы мы разыграли. Еще хотел показать вам, как у нас тут классно отваливается. Приходится каждый раз вот так вот делать. А я один раз вот тут что-то копошилась, на пакетике разбирала и мне прям по голове вот это что-то. Я один раз вот так вот сидел со стороны, покажу. Вот так вот закрыл дверь и она такая вот так вот. Хуяк! Чуть по голове просто меня не тратнула. Ну давай, ладно, ближе к делу. Так, по поводу розыгрыша. Давай этот видосик найдем, где он. Вот он он. Копирую ссылку, опять же, на проект, который мы вчера, чтобы использовали. Вот видео. Загружаем данные и выбираем случайные комментарии. Джеймс Бро, пожалуйста, пиши мне в телегу. А он тебе зад какой-нибудь, не знаю, из какой-нибудь страны и трогает. А мне без разницы, я с деком отправлю. Ну да. Поздравляю тебя. Ты получаешь свой комплект. Так что пользуйся на здоровье. Но обязательно мне напиши. То есть можно прямо в телегу. Ян 777. Легко ищется. И все, я тебя отправлю. В ближайшее время. А на фотошонке тебе написал кто-то? Нет. Я ее разыграл, но чувак как будто не видел что-ли комментарии. Ему по идее, если ты автор ютуба, да, и снимаешь, ему прям уведомление прилетает на телефон, если установим приложение ютуба. Ну, надеюсь, напишет. А если не напишет, мы еще раз просто сделаем вот эту всю историю. Как бы хозяин-барин. Я тоже не собираюсь ждать до 20 декабря отменять рейс, потому что надо передать тушенку. Вот такая как бы история. И у меня сейчас грязная башка. Давай с тобой попробуем вот этот сухой шампунь. Прямо на мне продемонстрирую. Я знаю, что это с крюма. На мою камеру запишем тоже, ладно? Ну, твою? Да. Ну, давай, да. Короче, Катя выбрала классный сухой шампунь, который прям моментально делает волосы внутрь, будто бы чистым. Пока поставь на паузу, я свое выступление запишу, и потом запишем результат. Сколько стоит? Ну, не дорогой, там, что-то 300 рублей с чем-то. Да, ставь свою камеру, я тоже на свою буду снимать. На всякий случай скажу, у меня такая башка, потому что целый день, когда в шапке, в машине находишься, она очень быстро пачкается. Так, бренд я вам показал, 300 рублей. Да, пожалуйста. Давай прям шикай на меня, и в онлайн-вежиме посмотрим на результат, поближе. Видно же, да, что башка такая жирная? Давай глаза закрываем, сама там все делает. Немножко воняет, конечно. Пахнет очень вкусно, честно, аромат клевый, мне нравится. Поворачивайся. Я не знаю вообще, я что-то там снимаю или нет. Да, все видно, все снимаешь. Все? Все, я могу открывать же глаза? И вот магия, смотрите. Башка прям чистая становится. То есть, и не скажешь прям, что жир какой-то есть. Я надеюсь, что это видно. Андрюш, на мою камеру не забыть показать свою башку. Класс. Магия. И аромат реально классный. Ну, мне все равно воняет, потому что мальчики не привыкли к таким запахам резким. Воняет первую минуту, потому что, да, резкий запах. Но потом пахнет приятно от волос. Да? Все, я буду этот влог заканчивать. Угу. Накрывай камеру. Ого.